Рано утром позавтракав мы из Лах-Ден-Бохья, эх как тяжело выговорить, отправляемся в город Сартовала. Мы очень торопились, хотя и ладожский шхер нас поразили до такой степени, что хотелось бы остаться, но наши дети по интернету купили нам билет на паровоз. Что за паровоз? Вы сейчас все узнаете, мы вам все самым подробным образом расскажем. Дорогие друзья, кроме того, что мы едем в город Сартовала, который сам по себе интересен, первым нашим планом, первым нашим пунктом будет Горный парк Русскеала. А в Горный парк Русскеала мы, благодаря нашим сообразительным, заботливым детям, отправляемся на Русскеальском экспрессе. Что это такое, мы не знали. Ну, вообще не знали, нам сказали, клево, обязательно езжайте. Ну что, дети проехали, сказали, им понравилось, а мы всегда прислушиваемся к мнению людей, когда присутствуют эмоции, когда говорят, это так здорово, мы никогда это дело не отвергаем. Итак, что нас ждет Сартовала? Из Ландехпохе, значит, мы приезжаем в Сартовала. Из Сартовала мы, друзья, с вами съездим в Горный парк Русскеала на Старом паровозе. Значит, там недалеко находится остров Валаам, куда отправляются катера, теплоходы. Там у нас будет впереди необитаемый остров, не будем забегать вперед, но это будет круто. У нас будет водопад, белые мосты. То есть, городок Сартовала, это такое место, приехав, куда все вы получите удовольствие. Сюда можно смело приезжать на 3, 5, а то и 7 дней. И на все эти 7 дней у вас будет ежедневно какая-то интересная программа. То есть, этот городок, один из, так скажем, центров Карелии, откуда можно увидеть красоты этого невероятно интересного края России. Значит, по поводу, вот мы везжаем в город Сартовала, по поводу паровоза Русскеальского экспресса. Сейчас мы с вами тронемся на нем, поедем и все подробно расскажем по ценам, расписанию и так далее. Мы на железнодорожном вокзале Сартовала поставили здесь машину на парковку и отправляемся. И вот такой шикарный ретро-поезд. Эти вагоны сделаны в стиле 19-го, в начале 20-х веков. И настоящий, ребята, настоящий паровоз. Вообще, скоро в наш век космических технологий, когда все так быстро развивается, просто курица или корову вызывают приступ счастья у детей городских. А паровоз, тут собрались все будущие пассажиры. И выпучив глаза, открыв рты, смотрели на это чудо-юдо, которое пыхтело, пускало пар, гудело. А машинист, а машинист был такой важный, такой важный. Я не знаю, я вспоминаю таких важных. В Прибалтике ходили эти самые, помню, трубочисты. Они, может, и сейчас ходят. Трубочисты, которые чистили трубы и бежали, там, помню, девчонки, неслись к трубочисту измазанному. До него нужно было до Троица пожелать счастья. И вот сейчас, ребята, примерно то же самое происходит с водителями паровоза. Как называть это? Не знаешь? В общем, назовем так, водитель космического паровоза. Потому что это чудо-чудное. Купе сделано, посмотрите, как здорово. Все это в таких креслах, лампочки такие зеленые. Газетка лежит специальная, вот это в горного парке Русские Аллы, где рассказывается о каких-то новостях и так далее. А это мы сейчас в ресторане. Я не помню точно, по-моему, 5 вагонов пассажирских и вагон-ресторан. Еще раз хочу напомнить, я, к сожалению, прям к горькому сожалению, вынужден каждый раз, в каждом фильме напоминать, что идет, к сожалению, вот эта эпидемия, которая нарушила планы миллионов, а может даже миллиардов людей. И в том числе и наши планы. И вот ресторан практически не работал. Здесь продавали какие-то, знаете, уже упакованные, типа сок, минеральная вода, кока-кола. А вот так мы очень хотели покушать. Мы пришли, заняли место, такие счастливые. Посмотрите, тут просто обалденный ресторан. Здесь я бы мечтал в день свадьбы отпраздновать, или день рождения, или годовщину какую-то романтическую. Но нам сказали, шампанского хотели, мы что-то приготовились. Алла говорит, я плачу, я накопила денежку, я плачу. Но, увы, нам сказали девчонки в ресторане, к сожалению, запрещено. Мы посидели немножко, пофотографировались там и пошли в свое купе. Но в купе нас хоть порадовали. Девушка наша, бортпроводница, сказала... Чай можно. Чай можно, да. А у нас там были какие-то печенюшки завалявшиеся, по-моему, там еще с прошлого года лежали у Аллы в рюкзаке. Но это все не важно. Запах вот этого горящего угля. Вот этот чук-чук-чук. Паровоз, я не знаю, специально сделаны такие пути, расшатанные, ну, наверное, ретро-железнодорожные пути. Потому что у нас вагон весь шатался. Тук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Вправо-влево, вправо-влево. Да, скоро это вообще будет экзотич. Так я и говорю, что это настолько классно. Будем бегать за такими паровозиками. Это здорово. Мы до сих пор жалеем, кусаем свои локти. Уже искусали до костей, что у нас не получилось прокатиться на таком паровозе на Байкале. Мы в августе будем путешествовать. Ну, не вышло. А там такой же примерно паровоз, такие же примерно вагоны. Смотрите, какие подстаканники. те кто ну еще из советских времен знают это как как клево и даже чай был мне кажется более вкусный в таких подстаканниках и как конечно же мы не применули такой алла кстати я такие подстаканники купил купил вот мне чай теперь я вспомнил ты где-то их спрятала спрятала достань мне давай мне чай в этих подстаканниках но это с детства это же воспоминание детства ребят можете верить может не верит но я раза три-четыре как минимум в своей жизни проехал вы сейчас не поверить но это правда проехал на поезде из владивостока в москву 7 суток это было далекое детство и это был незабываемые впечатления у меня у сестры ну я думаю папа с мамой они конечно же вряд ли были такие счастливые я сейчас сутки еду на поезде я вешаюсь я не знаю как можно 7 суток было но для детей это было невероятное приключение поэтому дорогие друзья берите в охапку своих детей берите в охапку своих внуков приезжайте в сортовала и прокатитесь на этом паровозе паровоз идет примерно час отправляется он из сортовала в 11 40 а в 10 40 вернее прибывает русский алла мы сейчас прибыли прибыли в русский алла в 11 40 обратно он идет в 17 30 прибывает сортовал 18 30 как вы поняли час рекомендуем что по прибытии в русский алла не фотографируйте еще паровоза если вы торопитесь бегом бежите эту эту кассу занимайте очередь к сожалению ведь и потому очереди неправильно сделали правильно хотя нам дети говорили вы чуть ли чуть ли не час потеряли в этой очереди очень жалко вот купить тебе лет а потом сфотографируйте паровоза или на обратном дороге перед там пять минут остановитесь паровоза уже никого не будет никакой очереди спокойненько пофотографируйтесь это наш вам совет я не договорил берите детей внуков охапку приезжайте в сортовала прокатитесь на этом паровозе не жалейте денег паровоз и точно не помню по моему или 400 или 500 рублей стоил там понимаете еще зависит от чего если вы берете в одну сторону например 400 рублей а если берете туда обратно это будет дешевле есть скидки для детей есть скидки для пенсионеров вот у нас девчонки которые с нами ехали в кубе девчонки привет вы обещали написать под фильмом жду ваш комментарий и так мы покупаем билеты и идем в парк я привел здесь карту карту google как выглядит примерно этот огромный горный парк русский алла вот здесь вот официальная схема горного парка ну все вы это можете найти в интернете дорогие друзья я думаю что среди моих зрителей уже все давно умеет пользоваться интернетом это мы с алла еще это самое открой 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 кто-то стучится да ну да мы не будем прибедняться но тем не менее дорогие друзья вы все умеете пользоваться интернетом в том числе узнать стоимость мы сейчас вам скажем что пара вот 400 рублей стоил а вы поедете а он 500 карте вот владимир кот обманул ну каждый год же все цены меняется также в углу вход в парк по моему 300 или 350 рублей стоил ну а в следующем году может быть будет 500 рублей мы же не знаем кстати дорогие друзья вы знаете что такой интересный факт я нашел сейчас мы находимся в итальянском карьере насколько я помню здесь работали итальянские мастера итальянскими станками резали мрамор то есть все что вот это вот вы видите мы сейчас по ходу дела будем рассказывать здесь 17 века сначала шведы а потом уже русские россия добывала мрамор отсюда был мрамот мрамор используется для постройки исаакиевского собора зимнего мраморных дворцов михайловского замка казанского собора даже петербургский метрополитен мрамор для отделки некоторых станций использовался брали отсюда видите я показываю как происходило вот это вот как штурф или шурф как он назывался его пробивали специальными сверлами туда загоняли это в древние века века так был загоняли порох все это подрывалась огромный кусок мрамора откалывался потом камнете с уже его обрабатывали то есть все это можно узнать кстати можно купить не просто билет в парк за 300 рублей погулять это без проблем гуляйте наслаждайтесь великолепная природа и так далее сейчас мы идем тайные тропы карелия такой мой маленький такой то есть на территории горного парка русский алла есть много отдельных мест куда можно зайти за отдельные деньги но можете не заходить можете просто гулять по парку я не договорил что здесь можно взять еще экскурсию вот что важно есть огромное количество людей которые любят чтобы им рассказывали мы не брали экскурсию она стоит конечно подороже там может 500 рублей 700 рублей где вас проведут расскажут о каждом о каждом месте расскажет об истории этого парка дело в том что мы уже знали что мы пойдем в подземный парк и там будет экскурсии поэтому мы дополнительно экскурсии уже не брали вот здесь такая смотровая площадка сейчас я туда тоже поднимусь вслед зал и откуда можно посмотреть окрестности всего этого парка как я уже сказал начали разрабатывать мрамор здесь еще шведы потом после войны ну знатоки истории напомните как то война-то называлась у нас со шведами короче эта территория отошла уже россии и екатерина вторая в ее времена понадобилось огромное количество камня для того чтобы ну война это называлась а вот алла мне подсказывает она у меня по истории имела три балла с плюсом вот она говорит северная война это называлась молодец спасибо алла повышает твою школьную оценку до 4 баллов молодец вот петр первый подарил эти земли князю александру борисовичу бутурлину или бутурлину как правильно ударение но тут поясните кто знает а вот при екатерине второй уже камень начали промышленно здесь добывать для строительства санкт-петербурга выборга и так далее камень добывали в основном взрывным способом как я уже говорю тут потом были приглашены итальянцы у них какие-то были особые станки ну это вам все расскажет на экскурсии если у вас будет желание у меня нет такого желания рассказать вам то что вам расскажут искусствоводы которые знают намного больше чем я я вам только скажу одно и алла мне подтвердит в этом парке можно просто погулять он просто сесть на этот паровоз прокатиться попить чай из-под стаканника посмотреть в окошко уже ресторан надеюсь заработает кончится этот коронавирус когда-нибудь в ресторане можно выпить шампанского съесть какой-нибудь там блюдо кстати здесь сразу набегая немножко вперед скажем на территории парка есть несколько кафе ресторанов магазинчиков есть туалет и бесплатная парковка если вы сюда приедете на автомобиле поэтому имейте это ввиду то есть вы здесь не останетесь не голодными не холодными все тут оборудована молодцы опять-таки забегая вперед вдруг мы не успеем скажем большое спасибо тем кто придумал этот парк вы вы огромные молодцы просто хочется вам пожать руку алла ходит по такому шаманским таким кругом такие круги мог бы вы были и есть и в якутии есть и бурятии да что то подобное вот и оказывается есть такое и в карелии мы посмотрели вот эту экспозицию эпоса карельского и идем вот мы какие дорожки как они сделаны да я такие цифры нашел хотел вам привести по моему заболтался и забыл в 2000 когда парк открылся 2005 году его посетили 4000 гостей и организаторы говорили вау 4000 а в 2018 году только услышайтесь уже было более 300 тысяч человек в 100 раз больше представляете и это людям нравится людям нравится я уверен будет нравится все больше и больше мы пришли главному такому месту самому красивому это озеро здесь был карьеру вот ребята все что вы видите это карьеры где добывали мрамор и то что вы видите карьер это что вы не видите тоже карьер потому что на глубину 50 60 метров находится шахты где добывали мрамор они сейчас за отоплены они находятся под водой я не знаю насколько тут разрушает дайвером но мы слышали такое что дайверы просто пищат от восторга прозрачная вода и очень интересно а мы сейчас прибыли в место где летают на как-то называется алтарзанка тарзанка по моему да называется тарзанка на которой вот сейчас вы видите по тросу подвязывается на специальном таком приспособлении сзади придумали парашютик потому что уж больно у некоторых скорость бывает большая стоит это алла сколько 1200 1200 рублей конечно же я должен был лететь я ну сто пудов я должен был лететь я когда увидел меня пошли слюни ты кстати не хотела я боялась я говорю алл пойдем подожди подожди я говорю пойдем ты вождь не ну и нафиг это самое еще 1200 рублей пойдем обязательно это будет красиво это будет красиво снято и вот мы подходим к тому месту где касса где начинается все вот это вот мероприятие обсудить как он классно летят этот парашютик сзади прям вообще невероятные над всем озером этим мраморным ой как здорово я что-то подобное уже летал и помню летал один раз в таиланде там что-то было невероятное вообще но это ладно разговор другой и вот что смотрите 120 от 7 лет ну 7 лет мне уже исполнилось это это я доказал а вот 120 килограмм я не мог доказать что у меня меньше ребята у меня было ровно 120 килограмм ну в голом виде я подхожу а там весы стоят он вставайте на весы он так на глазок уже определил вы где оденька тот тяжелый я стою на весы и у меня там сто двадцать пять килограмм я гру я штаны сниму он говорит но не до конца игру ладно я гру майку сниму он ведь ладно игру на видеокамеру я возьму он горит ну бери видеокамеру в руки в общем ребят снял что штаны снял майку но видеокамера в руках 125 123 килограмм упрашивал уговаривал никак они как мы отвечаем за вашу безопасность наверно они были правы и что как видите приходится али алу трясло все алла колбасила это мне еще дал камеру говорит снимай ну я да не умею дал тебе маленькую видеокамеру а чё польза нажал кнопку все груди держи вот этот глазок чтобы который был блестящий этот стеклышко на себя и немножко в сторону алла колбасит а я а меня колбасит за нее я нахожусь внизу снимаю видеокамеры кричу в этом ее покрепче привяжите привяжите ее не на одно на две на две веревки ее привязали на две веревки смотри алла на всякий случай 1 1 запасная вот твоя тетенька соседка полетела и ты ну кричи давай дальше да не а рассказывай но было как то все очень быстро я даже и не успела испугаться да а штаны почему мокрые были ладно нет ну на самом деле коснулась озера что ли нет ну ребята очень быстро то есть не успеваешь даже вот на 1200 не кайфа не получил то есть алла мне когда прилетела и мне рассказывает я говорю ну как она говорит здорово великолепно ну 1200 за минуту это очень круто то есть весь полет длится я засек по камере ровно минуту представляете 1200 рублей минуты не знаю ребята приведите в субботу там 1500 по моему 1500 а приведите пример стоимости дорогие организаторы этого парка ради бога ну хотя бы для пенсионеров сделайте скидку да ну 1200 ребята это очень много какие пенсионеры полетят в оба ну а не вот кстати сделайте скидку и пенсионеры полетят последний путь сделайте для пенсионеров 500 рублей пусть пенсионер весело со смехом полетит последний путь туда-сюда будут летать ну в общем я смотрю ты перепуганная глазки у тебя были перепуганы хотя от меня ты клялась и божилась что все было нормально в жизни надо все попробовать нет интересно конечно горе горе ребята обещаю к следующему приезду в русский алла похудеть на 5 килограмм и пролететь так тебе захотелось мне очень хотел во первых я бы лучше снял ну я бы лучше снял да ты там что-то в камера это махала во все стороны и камера я так как я вообще никогда не смотрю я смотрю я за компьютером попробуйте это алла идет навстречу ко мне такая вся растерянная довольная с этой маленькой камерой и снимает свою дорогу а я с другой стороны озер бегу и навстречу потому что я очень боялся что это плохо может быть давление поднялось или еще там что-нибудь у нее они смотрите идет улыбается очень очень красивый карьер я знаете о чем я думал когда он приехал на эту карьеру я представил те времена когда на этом карьере уже закончилась выработка а это примерно в конце двадцатого века выработка всякого то мрамора закончилась полностью ну уже посчитали как-то нерентабельно мрамор уже добывали не как мрамор не как вот этот красивый камень отбывали делали из него и здесь представляете из красивого мрамора его и вот перемал мололи в этих специальных там станках выжигали что-то там температура и делали известь ну и общем когда все это закончилось а парк вот этот вот туристический аттракцион еще не начал работать какой-то был кайф для местных жителей здесь можно было купаться а сейчас запрещено здесь дайверы ныряли по по этим шахтам это представляю как для дайверов интересно здорово наверно было да ну вот сейчас конечно уже не покупаешься везде тут охрана видеокамеры и так далее и так далее здесь на территории парка расположена вот несколько таких штолин да вот где шахтеры двигались к мрамору здесь расположена несколько озер есть озера искусственные это бывшие шахты которая затопила водой есть озера ну такие реальные озера вот мы как-то там ты на была когда верху на площадке да 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 оттуда было видно что люди там загорали купались мы очень хотели туда попасть на у нас по времени мы же ограничены были паровозом у нас паровоз отправлялся в определенное время быстро 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 да к сожалению время как-то быстро заканчивается мы с тобой о чем подумали и когда оттуда будем уезжать сразу заранее скажем что если мы будем снова в карелии да мы обязательно сюда придем потому что еще не до конца мы поняли этот парк и здесь еще столько красот мы по тому берегу не прошлись по противоположному я думаю что к этому времени еще что-то откроет потому что у этого парка огромные перспективы алла все продолжает меня искать ну по нашла какую-то девчушку сняла ала ты прям хорошая это моя работа снимать хороших девчонок да а мы вот увидели отсюда сверху такой огромный паром какой-то плавает и куда-то видите под землю заплывает и мы так себя галочку поставили надо обязательно узнать что это такое вот где-то вот в этом месте мы наверное с тобой уже встретились объединились семья дорогие друзья объединилась и мы подошли узнали что это за паромчики там плавают потому что мы хотели плавать он видит паромчик такой красивый мы хотели поплыть на лодке взять лодку и поплавать как все по моему 600 рублей стоит тоже я считаю очень дорого час 600 рублей дорого ну это понятно это коммерческое предприятие люди которые все это организовали вложили огромные деньги я думаю что в спец перспективе конечно цены должны должны по логике уменьшиться и и мы узнали что вот этот паром это существует здесь очень интересная экскурсия называется подземные русские ала и запущена буквально недавно 2017 году протяженность этого маршрута примерно километр проходит по штольням третьего горизонта то есть ну что такое третий горизонт и как я понимаю это 3 типа третьего этажа да то есть там же этажи идут под землю и этажей было если я не ошибаюсь поправьте мне кто знает более точно по моему 6 этажей то есть вот три этажа еще ниже они все затоплены водой а вот и третий горизонт третий этаж так скажем по по-русски он находится выше воды именно там сейчас проходит этот маршрут и мы дорогие друзья посмотрев еще на ребят которые летают такие же героические как юрий гагарин практически и алла кошка мы отправляемся на этот паромчик мы спустили сюда к паромчику время вот как на нем прокатиться она горит они отсюда это где завершается маршрут а вам нужно идти в подземные русские ала и объяснили как по дороге в подземные русские ала мы наткнулись на целый городок где нас положены кафе и рестораны магазины сувениров опять таки вот эта изоляция ограничила хотя как видите в повязках но в общем-то работают мы ты по моему даже перекусим немножко здесь покушаем с тобой очень вкусно да мы сейчас перекусим немножко вот я вспомнил да совсем забыл особенно алла алла когда пус пролетела на этом тросе у нее был стресс она говорит я хочу с меня на срочно что-то пожевать срочно что-то пожевать его можете выпить надо нет 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 выпить потом сначала пожевать а здесь это река вокруг всего до вот этого парка русские ала проходит река который принципе в воду это реки и затопили вот этот сделали вот эти озера форель была форель была картошечка был супчик все было очень очень вкусно купаться как видите запрещено ох как бы хотел бы здесь искупаться шикарно здесь рядом есть небольшое озеро маленькое зерко я бы сказал его назвал детским озером потому что здесь вот такие интересные штучки плавают гусики и уточки там лебеди на которых вы можете покататься самыми маленькими своими детишками или внука внук внучками да и вообще здесь классно мог купаться к сожалению тоже запрещено но посмотреть какое развлечение вообще на базе этого парка вроде горный парк где добывали работали шахтеры да а сделали потрясающе интересное развлекательное интересное с исторической точки зрения здесь можно покататься на таких лошадках то есть здесь невероятное количество и разнообразие уже сделано и я думаю сколько еще будет впереди а в россии сколько такого можно сделать конец купаться запрещено а уже наполовину искупалась а мы идем в подземную русский алла сюда нужен отдельный билет если не ошибаемся он стоит тысячу двести тысяча двести рублей ну опять таки вот неблагодарное это дело мы сказали им 1200 мы приехали он 1500 в интернете думаю все можете найти одевают специальные каски потому что в некоторых местах потолок низкий можно головой удариться особенно это касается меня проходит экскурсия и длится это примерно час здесь очень холодно ну относительно верха до довольно таки прохладно ну что то что то надо накинуть я не помню сколько раз но например если на поверхности было около 30 тепла то здесь было примерно градусов 10 если бы в карелии выращивали виноградники я думаю этот огромный подземный бункер или как там сказать шахту наверно бы уже забрали бы люди производящие вино шампанское и так далее можно было сделать здесь огромное хранилище для шампанского вина но к счастью или к сожалению в карелии виноград не выращивают экскурсии интересно рассказывают как добывали мрамор рассказывают какие виды мрамора здесь серого белого с прожилками добывали когда мрамор образовался еще в ледниковый период ночью здорово интересно классно а самое главное кроме того что очень интересно очень красивая экскурсия у нас будет обратная дорога и мы об этом уже знали на вот этом пароме по горному озеру где мы каньона где мы хотели прокатиться потому что как я уже говорил на лодочке 600 рублей но сейчас вот я монтирую фильм и конечно мне жалко этому зачем эти 600 рублей сэкономили надо было еще и на лодочке прокатиться но те кто из вас желают сэкономить вот имейте ввиду здесь как говорится два зайца можно убить надо не одним выстрелом вы и на экскурсии и под землю и и такое подземное красивое озеро где видите такая огромная дыра идет вверх тура к солнцу идет освещение играет музыка музыка такая знаете была немножко классическая немножко космическая немножко потусторонняя музыка и за типа спейса что-то что-то подобное у меня было желание выставить эту музыку как она есть но я просто переживал что youtube может меня наказать за нарушение авторских прав поэтому я поставил вот такую вот непонятную музыку которую там где-то слышите тут и летучие мыши летают и вода капает и вообще такая очень как бы сказать интересная атмосфера вы ходите по таким мостиком которые плавают на воде очень озеро здесь глубокое а сверху смотрят люди вниз да 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 видите людей да в эту большая дыра там ограждение люди на нас смотрят и когда мы здесь с алой гуляли мы подумали ой как здорово надо найти то место обязательно откуда люди смотрят но долго искали долго искали ну мы забегая вперед скажем что нашли в конце концов здесь и подсветка есть подсветка подсветка очень красивая она разноцветные цвета ну как цвета музыка меняется в зависимости от интенсивности и напряжения вот этой музыкой музыкального произведения которое играет то есть ну что мы сказать однозначно говорим рекомендуем даже мы в общем-то люди как люди очень экономные много видишь и много видишь в своей жизни мы не жалеем об этих 1200 рублей которые потратили слава богу то интересно кто здесь был зимой напишите пожалуйста в комментариях а зимой что здесь происходит зимой работает вот эта экскурсия здесь наверное зимой лед хотя может быть и не замерзает хотя нам очень хочется попасть сюда зимой очень зимой хочется попасть мне кажется здесь зимой и возможно какие-то из-за льда какие-то скульптуры а может может быть здесь проходят какие-то конкурсы ледовых скульптур я только не знаю где вот они может быть здесь проходят теоретически здесь может даже при небольшом морозе не замерзать вода потому что все же это под землей находится и под землей обычно температура постоянная ну как в этих голицынских пещерах там в крыму например да там есть там плюс 5 например градусов она круглый год плюс 5 и зимой и летом а вот в река интересно да вот это тара интересно вот если был бы дождь представь мы находимся в пещере а там проливной ливень играет классическая музыка и капли как-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап это очень-очень не для желающих людей мне кажется это именно профессионала потому что там ну представьте три уровня шахт еще вниз под землю можно там и запутаться и заблудиться и воздух хочется в общем да я уже говорил об этом что здесь дайвинге занимались еще в то время когда не было здесь парка сюда приезжали дайвинге дайвингисты и аквалангисты и плавали а если сейчас эта услуга как платная как коммерческая для туристов я не буду врать не скажу а кто знает дорогие друзья напишите в комментариях это будет всем интересно не только нам а мы движемся наружу значит прошли мы целый километром по этим лабиринтам берегите свою голову при моем росте я несколько раз каской задевал потолок довольно таки низко в конце этой пещеры шахты мы выходим на такой плавучий паром с электродвигателем который тихонечко тихонечко движет нас по горному озеру это озеро и как еще раз напоминаю искусственно то здесь была разработка мрамора потом вода ближайших рек подземные источники заполнили говорят что очень прозрачная мы я смотрел к сожалению мои глаза не не было возможности увидеть дно то ли потому что освещение было неудачное то ли может быть очень глубоко но я где-то прочитал информацию что прозрачность воды здесь до 20 метров а 20 метров прозрачность воды это очень очень хороший показатель то есть для аквалангистов это просто мечта а вот там сидит маленький чай чайчонок ой как-то сказать правильно чайчонок птенец чайки да чайчонок мне короче чайчонок красивее звучит вот и вы отправляетесь вот такое небольшое путешествие минут 15-20 по-моему даже что-то рассказывал он как раз нам показывал тут уточки вот здесь вот чайка вот здесь вот это вот это ну такая маленькая небольшая экскурсия была мы прибываем в порт где снимаем жилеты и хорошо что никто и не хочет да он говорит выходите а мы говорю да ладно мы еще посидим выходите еле-еле нас уговорил вот жалею что на лодке не поплавали я вспомнил почему поплавали не только потому что 600 рублей нам было жалко ну и потому что у нас время же было время можем смотреть скоро паровоз обратно а вот мы как раз нашли с огромным трудом я вам скажу нашли его ту дырку который идет туда в подземный этот парк вот мы здесь как раз гуляем вокруг все это и огромные дыры где находится этот зал оттуда звучит музыка и вы этот как раз вот это место можете найти помолру кого музыкальный слух и тот может прислушаться по звуку этой музыки звучащий оттуда здесь под земли найти то есть довольно таки сложно мы бегали 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 нам пришлось найти какого-то местного работника там то ли охранник ходил то ли там еще на самом деле времени даже не да и мы его спросили мы ему долго объясняли нам вот эта дырка нужна на общем слава богу человек понял показал нам пальцем и мы сюда попали вот видите как раз те дорожки по которым мы ходили но теперь мы уже эти дорожки рассматриваем сверху слушаем музыку вместе с пением птичек все у нас время мы бежали уже спотыкаясь потому что паровоз то ждать нас не будет хоть мы с алой и владимир кот и алла кошка паровоз даже нас таких известных людей ждать не будет посмотрите какие колеса огромные паровоза колеса ровно такого же роста высоты как алла да там была фотосессия значит у машинистов этого паровоза подбегали люди фотографировались посмотреть какая классная профессия кто бы подумал из машинистов двадцатого века тепло пароходов тепло этих паровозов что что возле них будут красавицы девчонки с длинными двухметровыми ногами фотографироваться а сейчас он стоит такой пузатый довольный чумазый а вот для него девчонки дяденька машинист можно с вами сфотографироваться можно давайте яблоко с вас там вот мы прибыли к своему вагончику и отправляемся в обратный путь целый час движение жалко жалко что не работал ресторан вот сейчас вот участвует сесть в ресторанчике целый час смотреть в окошко и кушать какую-нибудь жареную картошечку сальцова забивать водочкой и ну вот сейчас за руль сядет а точно ну это я так размечтался друзья размечтался да ну помечтать а мы даже еще не знаем где ночевать мы ничего нет или нет и нам еще надо город сортовала посмотреть не ладно не просто посмотреть нам нужно снять кино сортовал это в принципе очень симпатичный городок у нас ничего еще раз напоминаю нас план очень очень приблизительный вот у нас перед нами глобус карелии и мы наметили на своем автомобиле по карелии поездить у нас была задумка дальняя задумка попасть в алаам и попасть на соловки конечно на соловки да но ну ладно не будем забегать вперед замечательный пейзаж такая карельская тайга за окошком и паровоз медленно-медленно примерно 40 километров в час а как раз вот такое примерно расстояние где-то 35 около 40 километров час около 40 километров до сортовала мы двигаемся смотрим в окошко заказали эти опять горячий чаек в подстаканниках всем рекомендую взять горячий подстаканник в руки смотреть в окошко музыка играла по радио что-то там по моему даже рассказывали газету кстати мы взяли себе на память она у нас дома сейчас лежит на видном месте к стенке прикол алла каждый день ее читает перечитывает надежде что мы еще сюда приедем обязательно приедем ребята обязательно приедем у нас еще осталось немножко у нас осталось немножко времени и я думаю мы даже если мы скажем это второй раз это будет нормально дорогие руководители организаторы особенно те люди кто это придумал огромное огромное вам спасибо за то что вы сделали вы знаете это потрясающе интересная туристическая площадка я знаю что сюда уже ездят из финляндии из швеции немцы очень любят сюда приезжать я думаю когда откроет наши границы сюда прилетят не знаю и американцы и англичане и все сюда прилетят потому что это классно это здорово это любопытно причем для всех возрастов ведь в англии тоже такой паровоз да не во всех странах во всех странах есть такое ретро и это здорово и такие классные воспоминания переславль залезки переславль залезки может быть восстановлен будет шикарно не уходите далеко наше путешествие продолжается